Здесь большинство молодых людей собралось, но вот если взять пенсионную реформу, то за нее проголосовала Единая Россия, естественно, предложение правительства и, по-видимому, президента, коль он подписал этот закон. Вот вопрос, забыла спросить провокатора, тут есть, который будет задавать такой вопрос. А что конкретно вы сделали для нашего подъезда? Вот, любят такие, задавать вопросы для нашего крыльца, для нашего дворика, вот, то депутаты такого уровня должны принимать законы, по которым граждане живется хорошо. Чтобы ликера, водка и табачка это было в государственных руках, ибо это огромная статья дохода. Мало того, требуем, чтобы обязательно бюджетнообразующие отрасли или обеспечивающие безопасность нашей страны, это железная дорога, это авиаобеспечение, так сказать, сообщение, это энергетика, это тяжелое машиностроение и так далее, чтобы это было в руках государства, а не в частных руках. Да? Голосовали же за Конституцию? Или нет? Или среди... А, есть такие, которые голосовали. Голосуй, не голосуй, все равно получишь Единую Россию. Не очень, не в рифму, но смысл понятен, да? Вы говорите о видении, которое не меняется, не меняется энное количество лет, уже не один десяток. Вы уже какой созыв, депутат государства? Полтора. Полтора созыва. Полтора созыва. Вы, да? А почему коммунисты на сегодняшний день, если вы так говорите, все плохо, не можете принять решение и все разом сложить мандаты? Вот государство, я думаю, встало и в протест, сложил бы мандат и сказал все. Проще простого, конечно. За меня проголосовали, например, избиратели, а я им говорю, вы знаете, наши законы и ваши наказы не принимают, поэтому я складываю полномочия. В основном это делает Единая Россия. Они складывают полномочия, не знаю, почему, потому что отвечать не хотят за садение. Поэтому, вы знаете, еще предложение поступил на одной из встреч. Что делать, что делать, вот жить невозможно, жить уже невозможно. Можно предложить всем, ну, например, подарить веревку и мыло. Тоже выход, да? Подарок есть? Есть. Берите. По делу будут ли те люди, которые будут задавать эти вопросы? Первый ДУ. Молодцы. Спасибо большое. Ваши не будут учтено. Никто складывать депутатские мандаты не будет. Будем бороться, будем предлагать варианты и отстаивать мнение населения, которое хочет изменить свою жизнь. Не жить, как было. Я вообще планировал идти как раз по Балаковскому району. Здесь Николай Васильевич Панков не думал, что Володин пойдет одномандатом, хотя мы об этом говорили. Ну, раз уж так, я готов идти против самого сильного кандидата. И убежден, что народ, какой бы сильный кандидат ни был, не простит Единой России пенсионную реформу. Здесь кто-то есть, тот, кто сказал, да в принципе неплохо, почему нет? Здесь нет людей, которые бы простили власти. А, есть? Выходите, пожалуйста. Откуда выходите? Я дам вам микрофон. Вы за пенсионную реформу. Я за пенсионную реформу, я экономист, немножко образование имею, считать умею. И очень много чего хочется сказать. А где работаете? Я предприниматель. Бюджетный подряд есть? Нету. Бюджетных подрядов нету. Я сейчас не про пенсионную реформу, я сейчас хочу сказать о том, что прожить такое форму. А потом про другое. Хорошо, тогда про другое. Еще раз спрашиваю, женщина. Еще раз, только по губам, считайте. Здесь есть где-то за пенсионную реформу? Про пенсионную реформу, скажу. Про пенсионные реформу. Мы сейчас к ней перейдем, это все одно... Нет, про пенсионные реформы. Я спросил конкретно. Я вам говорю конкретно, что если мы не учили наших квадратов, Это не власть не училась. Можно, послушайте, я прямо секунду. Скажите, есть есть кто-нибудь за то, чтобы отобрать у олигархов нефтегаз? И каждый из них, кого спросить, скажет, да, я за. Я вас спрашиваю за пенсионный репорт. Зачем педалировать больную тему для народа? Да потому что лечить надо. Ее лечить нужно. Вы же знаете, что деми, понимаете? Надо. Все об этом говорят, не только КПРФ. А я вам говорю о том, что не надо ли сейчас грязь на соседней партии, понимаете? Вы за пенсионную реформу лиги? За пенсионную реформу я. А почему? Потому что знаю, как собирается бюджет, я знаю, как он пополняет, и откуда он берет. Вот этот Бондарин, сколько уже депутат? Ну, 4 года. Он тут сидишь там, штаны протираешь свои. Вот послушайте, я же не у власти. Александр Юрьевич не у власти. Ольга Николаевна, мы меньшинство в парламентах. А их руки, вот эти лапы, медвежьи бесконечные. Почему ничего просто нет? Почему просто нет? Убили людей надежду, убили веру. Вы не работаете на участках своих. Вот знаете, вот это очень важный вопрос. На этом действительно стоит сделать акцент. Вот это, казалось бы, безвыходная ситуация. Телевизор молит. Нет никакой уверенности в людей. Люди никому ни во что не верят. И вот впервые за 30 лет власти вот эта система рушится. Потому что телевизор больше никто не смотрит. У нас у коммунистов есть самое торжественное и радостное мероприятие. Это вручение партийного билета. И сегодня господин, товарищ, прошу прощения, Падьянов Олег Виктор, теперь уже товарищ, все правильно, вступает в ряды коммунистической партии. Олег Викторович, вам партийный билет, носите его с честью. Нам с вами отступать некуда. Не подведите, пожалуйста, не подведите. Почему вы перед выборами в город приезжаете? Хороший вопрос всегда. Можно сразу по ходу второй вопрос, чтобы вам единор? Второй вопрос сразу о том, почему вас так мало. Не потому ли, что вы на участках не работаете? Не вы как Госдума, а те местные на своих участках со своими людьми, со своими избирателями. Почему им приходится идти там, где их принимают? Это же ЛДПР. Я уже даже не про единую Россию говорю. Вот не в этом ли ваша ошибка? Вообще-то, представляете, вы представители КПРФ Российской Федерации. А я что говорю? А вы про ЛДПР сейчас спросите? А я говорю про ЛДПР. С вашего участка людям, которые ваши депутаты от КПРФ обслуживают, ну скажем так, да? Им приходится идти в ЛДПР или в единую Россию со своими проблемами. Вот в чем вопрос. Может, у вас нет? Значит, у каждого есть правый выбор. Он может идти в любую политическую партию. В ту, куда, где у него есть... Вы неправильно поняли вопрос. У вас нет здесь представительства, к вам некуда идти. Вот о чем проблема. Вы только приезжайте перед выборами. Я вам отвечаю. Вот жители старших домов, да, по моему окну, я вам про старших по домам. Практически у всех есть мой номер телефона. Все мне звонят, вот у кого появилась какая-то лишь проблема. Надо лавочку, надо дерево спилить. Нужно машину с зеленой зоны убрать, понимаете? Все звонят мне, мне даже в 10 часов звонят. Вот вы мне что сейчас говорите? Я не работаю со своими избирателями. Вот вы врете, понимаете? Вот вы мне стоите и врете. Вот жительница моего округа пришла на встречу. Поэтому кого вы врете? Им врете, всем остальным не врете. Вы просто, просто обманщицы и все. Если проиграет КПРФ, как же вы не понимаете, что вы тоже проиграете? Я вам гарантирую, что будет новая пенсионная реформа. Я вам гарантирую, что пенсин будет стоить еще дороже. Я вам руку дам... Вы пройдетесь, миссия, вы зачем пугаетесь? Вы отвечаете на вопрос. Если КПРФ, членная Россия победит, жить в следующем году станет лучше, чем в этом. Мне казалось, что невозможно представить это. Пусть кто провокат, это котловые. Я пришла на встречу, чтобы людям объяснить... Вот, дорогие друзья, вот посмотрите, здесь нас, конечно, не очень много, не очень много. Мы подошли, подозрели вопросы один и тот же пять раз. А мы уникли с жизнью. Вот здесь вот вы с Нелин, они задают вопросы. Почему мы все время появляемся перед выборами? Потому что выборы каждый год. И каждый год мы работаем и появляемся в разных регионах. Если вы не попали на мою встречу, это ваша проблема, а не моя. Поэтому мы работаем. Да. Второе. Ваша проблема, а не моя. Молодец. Молодец. Конечно, я прекрасно понимаю, прекрасно понимаю, что, конечно, Единая Россия что-то делает. Я, безусловно, очень довольна, что что-то выполняется. Но если, находясь у власти, еще ничего не делать, тогда за что получать такую большую заработную плату? Поэтому они у власти, поэтому пусть расхлебывают все то, что они натворили со страной за 30 лет. У нас сейчас ЛДПР хотя бы в контроле, хотя бы где-то. Вас мы не видим. Я никого не знаю. Я услышу ваше предвидение. Мы будем работать над этим. Я услышу вас. Вот господин Мамаев, он говорит, как он хорошо работает. Даже контроль за эту же дорогу, по благоустройству, даже это, вот именно в рамках города, даже это вы не понимаете. Вы задали 5 раз один вопрос. Я могу сказать, что я совершенно без партии. 5 раз ответил на этот вопрос. Берите ваше, пожалуйста, я скажу, не могу. Отвалите. Существует это наша недоработка. Да, мы вот эту поднюю власть еще пока не свернули вместе с вами. Поэтому наша недоработка, нашего поколения, я всегда говорю, я в огромной ответственности перед поколением своих родителей. Но, вот почему-то я вас не видел. Вот от кого мы должны защищать? Кого мы должны контролировать? Вот эту подлую власть. Я вас не видел, чтобы вы выступали против них. Я не выступаю. Вы, чтобы вы выступали против Панкова и так далее. Вы не обнимаете, я хожу в Министерство, я пишу, у меня есть ответы. Я не могу быть лично. Но при их, они депутаты, государственные думы, при них они проголосовали за пенсионную реформу, отняв у каждого здесь, у каждой семьи полтора миллионов рублей. У каждого, у каждой семьи. А зачем одно и то же? Когда мы с вами реформа, у каждой семьи они обнимаются. Я не знаю, вы меня не пилотируете. Когда Платонам они за каждый товар, каждому из вас, добавили по 20 рублей. Они воры. Решили. Как вы решили? Решили, насколько позволяет нас 5 человек из 45. А вот я ее решила по-другому, понимаете, а я не кто. Мало того, мы сумели еще раз говорю, снять нормативы, снизить для Касова. Вот я хочу, чтобы тоже с вашей страны была помощь. Коль вы представлены в городе, вот о чем... Вы ко мне сколько раз обратились? Ко мне сколько раз обратились? Да я вас не вижу, не слышу. Ну конечно, я в том, что в Саратове. А вы здесь не выбрали депутатов Бластовой Думы, здесь одномандатников. У вас одномандатники от Единой России. Вы выбрали или не усмотрели? Стоп. Вы выбирать, значит, будете депутатов от Единой России, а контролировать и работать должны депутаты от КПРА, Я вам могу сказать, у нас выбран не Единая Россия, у нас ЛДПР на участке выбран, поэтому не надо говорить. У вас выбран от Волосной Думы депутат от Единой России, в Государственной Думе. У вас депутат от Единой России. И сейчас вот у вас есть возможность, вот у вас сейчас есть возможность прийти на выбор, проагитировать людей, что больше за единую Россию никто не голосовал, а тогда вы будете контролировать этот народ и эту власть Николай Николаевич, к вам хотел задать вы депутат новой формации Николай Николаевич, к вам, я не верю Ольге Алиму, я голосовал за Грудинина в свое время на президентский мне не нравится, как его слила партия, ваша же вот ну его нет, у него головки, отнимают земли, я, блин, верил в этого человека и расстроился, когда там вот этот разрыв пошел там с Путиным, мне вот это неприятно был, да, я знаю, что вы новый формат, и я знаю, что у вас в партии тоже там грязня идет вся, и вот, например, тот же самый Денис Иванович вот у нас с ним по телефону был разговор он пишет, о, я там Путин вор, Путин там не знаю, там, ну, тиран да, ну, например, я за Лукашенко когда в Белоруссии начались волнения, и он пишет пост в поддержку Лукашенко так один вопрос, Путин-то вор а Лукашенко... Послушайте, вот эта тема насчет Павла Николаевича Грудинина вот для того, чтобы понять как Павел Николаевич сейчас в какой ситуации находится, как он оценивает участие КПРФ, там, МАЁ, ВАШ, там Геннадий Андреевич и в целом, да, партия вы послушайте, что он говорит на эту тему Павел Николаевич говорит о том, что такой поддержки такого участия, такого содействия всестороннего, информационного юридического, административного во все смысла слова, да ожидать большего было нельзя и я часто слышал, мне знаете, что говорят она говорит, Коль, ну а че вот вы Грудини не спасли? Коль, ну а че вот вы Левченко не спасли? Коль, ну а че вот вот это, вот это товарищ не спасли? вот когда у нас будет власть когда мы будем принимать законы когда мы будем отвечать за оказываемую политику и назначать глав силовых ведомств, вот тогда эта критика будет состоять а сейчас мы в меньшинстве сейчас мы не можем защитить никого сколько на Олья Николаевна было нападок сколько на меня уголовных дел заводили Александра Юрьевича забирали расскажите простите за выражение в трусах по снегу тащили и как нам защитить? мы пишем наши запросы мы пишем наши заявления мы выступаем в Думе знаете, что они делают? у них есть отдельный у них очень удобный сидушек в туалете и отдельный рулон они вот так наматывают туда наши заявления с вами, письма и когда в туалет идут, подтираются им проснится выражение поэтому я рад бы сказать что мы можем это изменить сейчас но без народа, без людей, без граждан это сделать невозможно я вас уверяю я человек в этих делах не первый день я кое-что понимаю я вам ответственно говорю если завтра вот сюда, на это место выйдет 10% жителей Балакова вы можете претендовать на решение любого вам радовались бы с детьми которые точно знают что пойдут в школу и не будут из них элитные школы а остальные быдло будут платить даже за охрану потом пойдут в институты и знают, что если они будут хорошо учиться они будут бесплатно учиться в институте потом получат работу выйдут из института сразу получат получат квартиру Балакова на третий год молодые специалисты получали квартиры критика к вашей партии не лично к вам не лично к Канедалову я, например, не слышала от Зюганова каких-то справедливых слов в адрес другой оппозиции мне интересно вот вы сейчас здесь на митинге призываете нас ну как бы критиковать власть а почему вы свою власть хорошо, а почему вы не критикуете разве Зюганова не за что критиковать? у меня это данный вопрос и это правильно, если нас критикуют это значит, что либо мы исправимся либо нас на свалку историю отправят народ я с вами согласна я задала вам конкретный вопрос а я вам конкретно отвечу почему ваша фракция, Саратовская дума не критикует вашего руководителя Зюганова который поступает очень не за капричками очень почему мы не критикуем почему мы Зюгановичку а так вообще вообще к вам лично к вам лично вас очень поддерживают я очень вас поддерживаю я подписан на все ваши каналы я ругаюсь с Литневской с вашим оппонентом который меня шлет я сейчас уже не трачу но мне не нравится только то, что вами руководит во мне неприличный человек как Зюганов о том, что он неприличный человек вам рассказали по телевизору точно так же как неприличный человек можно в интернете да, огромное количество рассказали про Николая Бондаренко что он якобы олигарх что он там то же самое рассказали про Олегович Рашкина как только он начинает критиковать Путина тут же говорят, что он бандит про Анидалова здесь присутствующий помнят ну, Николай Николаевич говорит объединяться со всей позиции а Зюганов говорит Навальный ну его не перебьешь никогда вот я вам скажу лично я не видел ну тогда какой же разговор может быть потому что я вам скажу подождите, а какой комиссии? нет, нет, какой номер? я призываю есть депутат векел стать ваш который тоже не верил а его выбрали поэтому мы не религиозная партия у нас нет веры у нас есть сила и давление его выбрали потому что по-другому не могло быть потому что продавили ну можете сказать какой номер комиссии? продавили я сам был номер комиссии какой? не помню я а какой я дурный? вы председатель участковой комиссии от кого? от Единой России? от кого? от кого? я не партийный человек кто вас направил в комиссию? никто меня не направил нет, направление со старого вокзала жители со старого вокзала то есть собрание по месту жительства, да? а, ДПР не надо ко мне клеить лишнего председатель от ЛДПР вот мы посмотрим на вашей комиссии как будет в этом году вы в чем-то меня убили ну она не отдаст против Навального мы же вам сказали послушайте про Навального мы поступаем за коренное изменение системы не просто борьбу с коррупцией не просто чтобы в целом мы считаем что Навальный его суждение поверхностное что то что он делает недостаточно в целом несмотря на все это Навальный политический заключенный Навальный человек который значит сидит за свое убеждение мы несмотря на то что он либо политико-либеральная толка требуем его освобождения как и всех политических заключенных просто я почему вопрос вы говорите ядро это конъюнктурщики они там руку поднимают когда-нибудь скажут вот и вы это разобличаете в своем канале постоянно в облдуме но вы я вот вопрос задал вы на нее не ответили но все то же самое вот Денис Иванович пишет Лукашенко красавчик наша позиция что Беларусь это капиталистическая страна и капиталистической стране необходимо менять власть на социалистическую да я все понимаю я читаю смотрю я единственное мне не нравится какой ведет Николай Николаевич не может про Зуганов сказать вы его отбиваете информационно стоите впереди подождите ну неужели вы думаете что я не в состоянии за себя что-то послушайте послушайте я вам еще раз говорю я с Геннадием Андреевичем на протяжении многих лет у меня было много разговоров и я вас уверяю моя критика гораздо более конструктивная